Приветствую всех, кто сейчас в прямом эфире, слушает большое радио. Микрофон Анна Будовская, за пультом режиссёра у нас сегодня. Непривычно мне, да, мне совершенно непривычно Елену представлять в качестве программной ведущей, но тем не менее, да, сегодня Елена нам помогает обеспечивать эфир. А в гостях мы с удовольствием представляем сегодня руководителя офиса в городе Мурманске, новостройка Петербурга, Тростин и Юлию, здравствуйте. Добрый день. И также директора компании новостройки Санкт-Петербурга Сергея Морозова, здравствуйте. Здравствуйте, Анна, здравствуйте, Елена. Привет из солнечного Петербурга, друзья. Да, сегодня наша программа будет посвящена вопросам недвижимости, как ведёт себя рынок недвижимости, и в частности, конечно, речь пойдёт о новостройках, о первичной недвижимости. У нас уже стала доброй традицией встречаться с вами, слушать ваше экспертное мнение, тем более, что вы в этой теме недвижимости, на рынке недвижимости уже много-много лет. У вас есть имиджевое мероприятие, ярмарка новостроек, мы вас знаем по этому мероприятию. И завтра как раз тот самый информационный повод, сегодня мы будем его разбирать. Завтра у вас очередная праздничная ярмарка новостроек, у вас на Ленина 65 в 14 часов. Вы ждёте и мурманчан, и гостей нашего города. Будет интересная программа, интересные застройщики. Но давайте обо всём по порядку. Сначала, конечно же, напомним, сколько вы на рынке недвижимости занимаетесь, как раз переселяете мурманчан, помогаете мурманчанам обрести уютное гнездо в разных местах нашей необъятной родины. Уже более 20 лет мы продаём недвижимость Санкт-Петербурга, и в том числе и в Мурманске. И в Мурманске находится наш главный офис на Ленина 65. Здорово. Более 20 лет. Это как раз один из критериев, по которому я бы, например, советовала выбирать компанию, если вы находитесь на этапе планирования покупки. Потому что если в помощь, то это обязательно должен быть проверенный человек, эксперт, команда. Ну и в частности, если мы говорим сегодня применительно к новостройкам Петербурга. Ярмарка новостроек, собственно, тоже уже далеко не первый раз проходит. Вы насчитывали, сколько за... В 2014 году мы провели в клубе «Ледокол» нашу первую ярмарку. Ну и с тех пор пошло. То есть мы поняли, что это мероприятие, которое действительно полезно покупателям. И немало семей мы перевезли именно с этого мероприятия. Но говорю перевезли, не всегда перевезли. Очень часто не ради переезда покупают недвижимость в Петербурге. Ну, так же, как и инвестиции. Это очень хорошее, скажем, направление. То есть очень хороший способ вложить деньги. Вот мы до эфира с вами об этом разговаривали. Вот вы сказали про 2014 год. Это год непростой для нашей страны. Но, как говорится, смело сберет города. И успех ждет смены. Главное, мы идем вперед. Да, я не помню, чтобы у нас были простые времена. Да, простые времена. И действительно, нас не балуют. Не балуют. А, в общем-то, если переноситься с того далекого 2014 года в нынешние реалии, то с рынком недвижимости тоже происходят определенные изменения. Ну, конечно, все изменилось. И прогрессирует рынок очень сильно. И в частности в Санкт-Петербурге. Это как сказывается, как на качестве жилья, ну и, соответственно, как на ценах тоже. Ну что, давайте тогда по порядку про завтрашние мероприятия и про расшифровку названия. Классное название. Ярмарка новостроек двух столиц. Действительно, страна Россия удивительна еще и тем, что у нас две столицы. Мы вот не можем по-другому. У нас есть Москва, столица нашей Родины. Есть северная столица, тоже столица нашей Родины, Санкт-Петербург. Вы объединили эти два прекрасных города в одну ярмарку. Это наш первый опыт, первый опыт, ассортимент наш пополняется, скажем так, в этом направлении. Мы начинаем продавать к Москве, ну и забегая вперед, будем это делать по новым брендам. А на ярмарке мы расскажем всю суть. Но понимаем сейчас на сегодняшний день, что не ошибаемся, потому что как-то на две части делятся. То есть нет таких, кто не желает купить недвижимость и, наверное, инвестировать в столицу, но мнение разделяется. То есть есть и те, кому нужна Москва. Есть, кстати, анекдот на эту тему. Можно я расскажу? Да, но он приличный, да? Всего он провел национальный опрос с целью выяснить, какой второй город является... Каким вторым городом является в России? Ну вот и жители Новороссийска спрашивают, он отвечает, это Новороссийск. А жители Екатеринбурга спрашивают, он говорит, Екатеринбург. Жители Казани, он говорит, Казани. А жители Санкт-Петербурга спрашивают, он говорит, Москва. Вот так вот наше второе предложение будет как раз по Москве. Посмотрим, что из этого получится. Жители Санкт-Петербурга направляют все больше и больше свои взоры в сторону Златоглавой. Да, анекдот. Если бы меня спросили про второй город, я бы, конечно, ответила Мурманск. Ну, не знаю, ну что делать, все равно, да. Вы же не жители Санкт-Петербурга. Мое сердце, это север. Ярмарка новостроек двух столиц. И, соответственно, вы представляете застройщиков. Вообще вопрос выбора застройщиков, выбора надежного застройщика, это, наверное, самый главный, ну, из один, два, три. То есть застройщик непосредственно, команда которая, да, фирма, которая тебе поможет это все осуществить. Ну и сам выбор квартиры. Вот такие три столпа, мне кажется, от которых надо плясать. В принципе, вот как выбрать этого самого застройщика, надежного, который тебя не бросит, который тебе построит действительно достойное жилье, в срок, не будет каких-то там сложностей. Сейчас, конечно, уже покинутых дольщиков, слава богу, нет. Ну, я могу объяснить в двух словах, чтобы было понятно, скажем. Ну, выбирать, конечно, нужно крупного застройщика, у кого много активов, кто не первый год на рынке, скажем так, кто, может быть, имеет международные рейтинги. Объясню, почему. Вот, ну, на простом примере. Вот, каждая стройка, она имеет гарантии. То есть, если вы покупаете дом в стройке, то у вас пять лет гарантии. Ну, скажу, и вам очень важно, чтобы компания, которая продает вам этот дом, через пять лет она тоже существовала и отвечала по этим самым гарантиям. Вот, очень большая практика среди маленьких компаний, это открытие юрлица, да, скажем, под единственную стройку. Ну, и в этом случае, конечно, вам будет проблематично там исправить недостатки какие-то, может быть, ну, вот, недочеты. А такая практика, она распространена? Конечно, распространена, да. Да, вот, крупные застройщики, они платят хорошие, да, неустойки, если, да, скажем так, ну, за свои, так скажем, в кавычках косяки, но здесь критерии, это же не автосалоны, скажем, это большая стройка, и в любом случае бывают какие-то, ну, вот, недочеты. Очень, как бы, важно выбирать партнера того, кто исправит потом, скажем, да, вот, исправит свои, ну, как бы, и выплатит компенсацию или же как-то другим способом решит вопрос. И как раз одним из этих застройщиков является тот застройщик, который завтра к нам приедет и будет презентовать свои объекты в 14 часов. Разные застройщики по Санкт-Петербургу свой застройщик, по Москве свой. Конечно, конечно, да. Можно тогда вкратце, мы сейчас как раз представим этих застройщиков, познакомим наших радиослушателей предварительно, безусловно, всю подробную информацию есть возможность узнать именно у вас в офисе на линии на 65, завтра замечательное мероприятие, ярмарка новостроек, в 14 часов у вас начало будет программа, будут интересные разыгранные призы, что тоже... Ведущий будет, да. Восполнительный, да, бонус. А я напомню, что вы тоже можете сегодня позвонить, узнать мнение экспертов у нас в студии. 45-09-45, телефон прямого эфира. А те, кто боится по какому-то поводу звонить, стесняется, такое тоже бывает, пишите. Плюс 7-921-045-1045, вайбер, смс-портал, ватсап. Все озвучим, зачитаем, присоединяйтесь к нашему диалогу. А мы продолжаем. И застройщик... Давайте разберем мой любимый город, который номер два после города Мурманска, который в сердце всегда. Город Санкт-Петербург, тоже север. Совершенно удивительный город. Город, ну, не похож ни на один другой. В России это и культурная столица, это, конечно, история, это город-памятник, в принципе. И то многообразие предложений, которые сейчас существуют, вот как раз относительно Санкт-Петербурга и Ленинградской области, оно, конечно, пестрит, даже немного пугает, вот как правильно выбрать. Кого вы привезли конкретно по застройщику в Санкт-Петербурге? Угу. Повторюсь, да, я уже так сказала, так скажем, с этого группа к нам приезжает. Это один из ведущих застройщиков Санкт-Петербурга, у которого построены и на данный момент строится большое количество жилых комплексов, которые находятся в разных районах Санкт-Петербурга. Какие-то комплексы сдаются с чистовой отделкой, некоторые из них без отделок, да, но это уже больше комплексы, которые относятся к премиум-классам. Вот. По отношению к метро, чуть поближе, чуть подальше, разного формата квартиры, есть минимального размера, да, именно площади, и квартиры большие, комфортные для проживания всей семьёй. То есть и у данного застройщика есть огромное количество ипотечных программ взаимодействия с разными банками для того, чтобы покупателям было удобно с разными бюджетами, с разными семейными статусами и так далее приобрести жильё у этого застройщика. Ну, Сэтл Групп действительно проверенный временем и надёжный застройщик, и я так понимаю, что несмотря на поднятие ключевой ставки, этот вопрос тоже бы хотелось обязательно сегодня обсудить, как раз что касается новостройок, первичного сегмента недвижимости, да, первичного жилья, то здесь продолжают, разумеется, поддерживать застройщиков государства. Это льготные ипотечные программы, это различные варианты субсидирования, о которых мы тоже подробно поговорим. Вот перейдём к застройщику московскому и вернёмся к экономической сути. Москва не так для нас, мурманчан, может быть... Вот если сравнивать Санкт-Петербург и Москву, всё-таки Санкт-Петербург большего спроса, да, у Мурманска, ну, и у жителей Кольского полуострова пользуется большим спросом? Да, конечно, ну, все же, наверное, знают, но, может быть, если не знают, то сейчас узнают о том, что Мурманск в 30-е годы, да, прошлого века, он относился к Ленинградской области. И по менталитету, конечно же, Санкт-Петербург для нас ближе. Чем привлекательна для мурманчан Москва? Да, да, но она тоже наверняка занимает уже определённо какую-то нишу мурманчан. Петербург ближе территориально, доехать нам ближе до него. А в Москве теплее, а в Москве возможности больше. Я, кстати, дальше Питера-то никуда не уезжала. Вот сейчас вот получилось так, что в Москву поехала. Понял, что в Питере холодно. А всегда, видите, говорю даже, что привет из солнечного Петербурга. Так что вот здесь я с вами соглашусь. Я не поверю, что в Санкт-Петербурге, занимаясь недвижимостью, никуда не уезжали. Ну и московский застройщик, наверняка, если говорить про... Ну просто даже исходя из того, что там на несколько миллионов больше живёт в Москве людей, чем в Санкт-Петербурге. И в целом с Подмосковьем это какой-то мегаполис совершенно отдельное государство, как принято у нас говорить. Вот как раз как не потеряться в этом многообразии выборов застройщиков? Вот почему вы выбрали именно того, кого будете презентовать завтра? И расскажите о нём подробнее, насколько можно ему доверять. Ну смотрите, к нам приедет компания, которая называется «Основа». Работает она на рынке недвижимости под этим названием 2016 года. Строят они в Москве как жилые комплексы, так и комплексы апарт-отелей. Апартаменты. Да, апартаменты. Имеют свою управляющую компанию, что тоже является важным фактором при, так скажем, предложении клиенту. Ну и, соответственно, обеспечивают высокую доходность по апартаментам. Вот. Апартаменты – это жильё, которое можно сдавать в аренду. И, так скажем, находясь в Мурманске, получать доход. Ну вот здесь, кстати, в дополнение слов Юлия, я вот рассматривал предложение, которое предлагает компания. И мне вот прямо искренне захотелось купить самому эти апартаменты. Ну, во-первых, они находятся все рядом с метро. Это, да, скажем, близко к центру. Это недорогая цена. Самое главное, самое главное, что можно жить и зарабатывать, то есть в то время, когда вы отсутствуете управляющей компанией. Апартаменты считаются коммерческой недвижимостью? Коммерческой, в этом и сути, да, в этом и сути. И в данном случае, хотя, скажем, всегда был склонен ближе к жилой недвижимости, да, и к жилым квартирам, то в данном случае, я думаю, это оптимальное предложение, если ты не живёшь в Москве, например. А квартира там нужна. Да, с одной стороны, я с вами соглашусь. Безусловно, не живёшь, есть возможность зарабатывать, можно сдавать. За вас всё сделает, ну, скажем, управляющая компания. Да, главное, что ничего делать не нужно. А вопрос налогообложения? Ну... С доходностью, конечно, налогу нужно будет платить. Я к тому, что... Ну, лучше зарабатывать и платить налог, чем не зарабатывать и не платить налог. И будет, по честно, квартира стоит, конечно. Мы же не говорим, что все те, кто покупают обычные квартиры, некоммерческого сектора, зарабатывают в чёрную и не платят налоги. Ведь сейчас в этом плане тут тоже достаточно наведён уже порядок. Ну, это во всех отраслях так, да. И договор, и в этом плане я не думаю, что, ну, много таких каких-то несознательных. Мы не разбираем сейчас такие примеры. У нас, я считаю, что не такие уж большие налоги в стране в этом плане. Там можно открыть какую-нибудь ИП или... Ну, с другой стороны, и коммерческая недвижимость по сдаче, она выше, правильно? Конечно, и доходность выше в этом случае. Доходность, да. И дело в том ещё, да, в чём преимущество апартаментов перед, например, своей квартирой просто в жилом комплексе. То, что вы действительно ничего не делаете. Вы просто заключили договор с управляющей компанией, которая за вас всё делает. И, кстати, налоги оплачивают тоже. Да. Ну, да, это очень... Мне кажется, что вот как раз вот этот сектор апартаментов, да, и сдачи коммерческой недвижимости, не больших каких-то объёмов, а именно вот апарт-отельчиков, квартир, у нас ещё вот в стадии набора оборотов в плане по развитию. Если купить квартиру, которая в обычном ЖК будет приносить тебе пассивный доход, это же достаточно уже привычно к ментальности, к сознанию нашего русского человека, то, что мы, если переходим, да, вот к вопросу апартаментов, здесь у нас ещё... Смотрите, как получается. Работаем в Мурманске, живём в Петербурге, а у нас ещё есть квартира в Москве, которая приносит пассивный доход. Ну, это здорово. Знаете, я бы так хотела жить. Я бы так... Я бы так хотела жить, да. Приходите к нам завтра в 14 часов на Лене на 65, в наш офис, на встречу с застройщиком из Москвы. И как раз узнаете, какие там будут предложены варианты апартаментов и не только. И не только апартаменты. Будет ли завтра у вас тот самый старт продаж? Или уже запущены в... Я просто знаю, что вот это волшебное словосочетание старт продаж – это возможность купить по самой приятной, самой вкусной цене. Ну, смотрите, здесь сейчас не только в этом дело. Ну, скажем, вообще считаю, что рынок Санкт-Петербурга по строительству находится на новом этапе. И почему был старт продаж? Потому что это было самое начало. Ну, стройки, в принципе, самое начало. Дело в том, что я считаю, что инвестировать нужно в поле, так сказать, да, если мы точно знаем, что вот есть у нас проект, который вырастет за счет инфраструктуры в цене, а цена растет не только за счет построенных этажей, а также дорог, которые построятся, школ, детских садов и так далее, скажем, то именно вот в эти объекты нужно вкладывать деньги, ну, скажем так. И сейчас у нас есть ряд таких проектов, это новые районы Петербурга, которые инвестиционно привлекательны по цене, но о них мы подробно как раз расскажем на нашей ярмарке. У нас и ставки ипотечные по этим предложениям есть, и платежи, вот, скажем так. Поэтому здесь понятие самого старта продаж, оно немножко… Видоизменилось, да? Видоизменилось, да. И наполнение немножко другое уже к этому слову. Не только нужно купить старт продаж, а еще старт продаж в перспективном районе, скажем так. Да, очень поменялось все, конечно, даже вот буквально… А еще любую квартиру покупаешь, она растет. А здесь сейчас надо подойти к этому с очень подробным рассмотрением со всех сторон, а помогут в этом, конечно, эксперты по недвижимости. Сегодня как раз у нас беседа с директором компании новостройки Санкт-Петербурга и также руководителем офиса в городе Мурманске. А мы сейчас на небольшую рекламу прервемся. 45-09-45, телефон прямого эфира. Напоминаю, присоединяйтесь к обсуждению. Я приветствую всех, кто присоединился к прямому эфиру на Большом Радио. Мы сегодня беседуем о недвижимости. Вопрос недвижимости всегда актуален, потому что это вопрос о нашей жизни, безусловно. И я напомню, что мы беседуем с Сергеем Морозовым, директором компании новостройки Петербурга, и Трустина Юлия, руководитель офиса продаж в городе Мурманске. Напомню, что на ярмарку новострой, которая состоится завтра в 14 часов, как раз на Ленина 65, в прекрасном шоу-руме, можно записаться по телефону 70 55 11. Предварительно желательно записаться, но я так понимаю, что можно и без записи. Лучше записаться, а все-таки очень ограничено. Но это дает гарантию тому, что будет точно выделено место, мы будем к этому готовы быть. Ну а если вот будет проходить, скажем так, человек неподготовленный, дверь уже открытая? Конечно, тогда есть риск постоять. А, вот так вот. Радиослушатель нас спрашивает, Дарья спрашивает, значит, Санкт-Петербург и Москва, разрекламированное направление, все хотят туда переехать, с этими городами понятно. Вопрос. Работаете ли вы с Краснодарским краем, в частности, с динамично развивающимся городом Краснодар? Ну, динамично развивающимся в плане строительства, я так понимаю, да? Да, конечно, мы работаем с разными городами России, то есть Краснодар как раз ходит уже в этот список. Это, наверное, все-таки такой посыл, северный человек хочет переехать на юг. Есть такое, да, ощущение. Есть желающие, которые хотят поменять или приобрести жилье, например, там... Чтобы в отпуск приезжать, да? Конечно, конечно. На какое-то время, там, родственники. Точно так же, например, зарабатывают какие-то денежные средства, имеют квартиру на юге, почему нет? Да, строительство, новостройки южного региона нашей России тоже очень динамично в этом плане набирают оборот. Мне кажется, что тут Краснодарский край, будь то сам Краснодар, будь то Сочи, Адлер, да, то, что ближе к побережью. Здесь динамика строительства высока. Ну, возвращаемся к нашему мероприятию и к Москве, и к Санкт-Петербургу. Будем говорить, в первую очередь, конечно, об этих городах. Но расскажите, вот понятно, что 15 августа это не так давно. И вот это поднятие ключевой ставки, которую у нас наш Центральный банк Российской Федерации, так скажем, все-таки принял, да, это решение. Ставку он поднял. Соответственно, для ипотеки это тоже определенно, да, лечет за собой определенные изменения. Я понимаю, что если мы говорим о вторичке, где нет льготной ипотеки, то это сразу там от 12% ключевой ставки мы пляшем, плюс 2-3%, это 15-16, ну, вот как бы минимум, да, которые, наверное, предлагают банки. Я вот сейчас в качестве просто анализа. Вот. С первичным, с новостройками, с первичным жильем здесь другая тема. Как она, вот эта ключевая ставка, отразилась на новостройках? И отразилась ли? Понятно, что не так много времени прошло, но наверняка рынок среагировал. Конечно, среагировал сейчас. У новостройщиков очень большие продажи в связи с этим, только ставка на новостройки, она осталась прежней. Даже лучшее предложение мы видим, ну, в частности, от Совкомбанка, который будет завтра на мероприятии, вот, и сам об этих ставках расскажет. Вот, но сложилась такая ситуация, что новостройки сейчас пользуются очень большим спросом, в первую очередь, из-за вот этих льготных ставок, которые мы видим. А любая новостройка, она, как известно, становится вторичной, как бы вторичным рынком. То есть, когда в последний раз повышали так сильно ключевую ставку, цена на недвижимость выросла на 50%, ну, к примеру, скажем так. Так что, я думаю... То есть, надо успеть в ближайший месяц... Это же как ступени в экономике, ничего нового, на самом деле, потому что все взаимосвязано, а новостройки не могут существовать без вторичного рынка. Ну, так же, как и наоборот, откуда будут брать вторичный рынок, да. Ну, я считаю, что да, потому что сейчас сезон продаж, и еще и на осень мы, да, переходят осенью традиционно, покупают квартиры. Вот, информация с ключевой ставкой, сейчас все, кто рассматривал вторичку, они переключились на новостройки. Ну, а, соответственно, скажем, в связи с событиями по 214-му закону, это переход на эскроу-счета, например, и рынок очень сильно почистился. И сейчас, по априори, есть дефицит предложений, как таковых, но, во всяком случае, предложения того же 16-го или 17-го года, ну, намного больше, чем сейчас. Ну, зато по качеству, скажем так, это существенно тоже отразило сейчас. Жилье строят намного качественнее, скажем так, чем раньше. Вот вопрос. Раз у нас работает, скажем, какая-то помощь, да, ну, не какая-то определенная со стороны, там, ваших партнеров, банков, льготная ипотека, есть, соответственно, и отработанная логистическая схема, да, как все это провернуть. Вот, к примеру, у меня нет денег, ну, достаточного количества. Есть там какой-то небольшой процент, но этого даже не хватит для первоначального взноса, для ипотеки. Но у меня есть хорошая кредитная история, у меня есть достойная работа, нормальная заработная плата, и я могу рассчитывать, ну, наверное, на одобрение каких-то там финансов со стороны кредитной организации. Расскажите, как, вот, какие, на какие минимальные проценты я могу рассчитывать, ну, скажем, на какие-то выгодные варианты. А как, вот, в такой случае, если приходит вот такой человек, ну, не у всех же, да, допустим, 5 миллионов кубышки лежит, да, на однушечку, к примеру, или на двушечку где-нибудь в более скромной локации. Не знаю, есть ли такие цены на, наверное, двухкомнатный квартир за 5 миллионов уже не купишь? Ну, купишь почему? Ну, это индивидуально все на самом деле. Скажу лишь одно, что минимальная ставка – это 0,1%. Сейчас это минимальная у нас ставка такая. Ну, без первого взноса, конечно, есть возможность купить квартиру. И самое главное, самое ключевое, что вы сказали сейчас – это кредитная история. То есть, в случае, если у вас положительная кредитная история, то, конечно же, вы можете рассчитывать на квартиру, на какие-то предложения, скажем так. Ну, не может быть 0,1% ставка по ипотеке? Может, просто я сейчас не могу рассказать все условия, скажем так. Приходите к нам на ярмарку завтра, я вам расскажу. Ну, это даже… Ну, даже вот хотелось бы, чтобы это было правда, но мне кажется, это из разряда фантастики, каких-то сновидений. Ну, сейчас дело в том, что почему возможны такие ставки? Как известно, сейчас у нас существует и скроу-счета, которые дают гарантию как застройщику, так и дольщику, что квартира достроится, а застройщик деньги свои получит. Вот этот счет, он на период строительства находится в том же банке, который выдает ипотеку. Ну, получается, он и застройщик кредитует, да, скажем, и деньги у него лежат, и еще и физическое лицо кредитует. Поэтому эти условия, они, скажем, делают возможные там ставки, о которых я говорил. Ну, во всяком случае, на период строительства так это точно. А вот максимальный срок кредитования, который предоставляют ваши партнеры. Понятно, что хочется ипотеку выплатить как можно быстрее. На сегодняшний день срок увеличился до 85 лет, а мы предоставляем кредиты. Ну, не мы, а банки, наши партнеры предоставляют кредиты. Максимальный срок заемщика на момент отдачи кредита, ну, закрытие кредита должен составлять 85 лет. Это максимум. Ну, это, мне кажется, больше такой маркетинговый ход. 85 лет. Ну, вот если, допустим, 55 лет, на 30 лет можно рассчитывать на ипотеку. На 30 лет. То есть, в принципе, в 40 лет жизнь только начинается. Как говорила героиня знаменитого фильма «Москва слезам не верит». Ну, что ж, значит, инструменты есть. И не надо бояться, как я понимаю, не надо бояться того, что у тебя, допустим, на данный момент недостаточное количество денег. И, может быть, даже оно минимальное. Ну, и здесь я еще пару слов о нашей компании хочу сказать. Дело в том, что, ну, чем вот мы отличаемся на рынке. Дело в том, что у нас есть хороший офис в Петербурге, который специально был открыт в рамках, ну, как бы, нашей компании. То есть, этот офис в Петербурге, он подчиняется офису, как бы, в Мурманске. И мы специально его открыли для того, чтобы нашим клиентам в Петербурге было комфортно. Ну, вот сейчас подобную историю мы делаем и в Москве. И теперь уже в Москве также можем обеспечить сопровождение, вот, скажем так. Я считаю, что это главная наша, ну, как бы, вся суть нашей компании, вот, как бы, является именно в этом. То, что мы являемся региональной компанией и оказываем специальные услуги именно тех, кто покупает с регионов. Ну, в общем, вы, да, заполняете, так скажем, пробелы, если они, их можно назвать пробелами, да, и целево работаете. Ну, конечно, прежде чем, очень важно увидеть глазами своими, прежде чем купить. И поэтому мы такую возможность предоставляем. То есть, не только сделку оформляем, а также обеспечим, скажем, просмотр того, что мы покупаем. То есть, локации, либо уже готового дома. Да, именно, мы прилетим в Петербург, посмотрим стройку, вернемся в Мурманск и оформим сделку потом здесь. Вот так вот. Вопрос о локациях, районах. Ну, Москву, я знаю, конечно, меньше, чем Санкт-Петербург. Но, в любом случае, каждый из нас, я думаю, представляет себе в теории, что это очень большие города, даже если, допустим, не были ни разу, да. Я сомневаюсь, что мурманчане. Есть такие мурманчане, которые не были в Санкт-Петербурге. Тем не менее, районов много, предложений много, на разный кошелек, с разными потребностями. Вот завтра вы будете несколько объектов, несколько жилых комплексов, скажем, презентовать, да, рассказывать о них. Или сосредоточитесь на каком-то одном, потому что я знаю, что просто застройщики сейчас есть такие варианты, что строят вот как бы город-спутник, да. Как мини-город, ну, понятно, что это жилой квартал, но похоже, как вот отдельный городок. Ну, по крайней мере, как, я не знаю, ну, на тысяч 10-15 тысяч вполне, да. Анна, смотрите, Сеттл Групп, да, как я уже ранее говорила, они строят в разных районах Санкт-Петербурга свои жилые комплексы. И, естественно, что завтра будут представлены не один жилой комплекс, а несколько. Несколько, да, которые будут находиться территориально в разных районах самого города. И в ближайшей области сейчас идёт как раз рост и развитие города-спутника у Санкт-Петербурга, где уже три застройщика начали строительство. Вот, то есть и Сеттл Групп, в том числе, вот в этой троечке, как раз, я думаю, что завтра они будут тоже презентовать этот объект. Давайте расскажем нашим радиуслушателям, вот, в общем, если взять характеристику, вот, жилой комплекс, да, комфорт класса, комфорт плюс, то есть то, что нам, в принципе, по силам. Сейчас есть уже, мне кажется, отработанная история по тому, как должен, что, какую начинку должен иметь тот или иной ЖК, застройщик берёт на себя обязательства, ну, начиная там от садиков, парковок, заканчивая другими предложениями. Вот, если говорить про Сеттл Групп, как они строят, что они предлагают своему клиенту, насколько это комфортно. Да, и понятно, что есть разные варианты по цене, но вот возьмём средний всё-таки, да, какой-то вот такой объективный. Ну, в первую очередь, это отделка, это всё отличие, при том отделка очень неплохого качества, да, вот, представляете, как делать ремонт, например, в квартире, которую покупаете в Петербурге, а находитесь вы в Мурманске. Так вот, застройщик эту функцию берёт на себя, скажем, то есть большинство квартир, которые у нас есть, они есть с отделкой, и отделка, это, ещё раз повторюсь, очень хорошего качества. Кстати, ознакомиться с вариантами отделки можно, опять же, у нас в офисе. Ну, и опять же, завтра, да, если вы придёте в 14 часов на Ленина 65, то как раз вот подробно мы разберём отделку. Вот, кладовки, которые находятся в комплексах, ну, как бы, являются тоже дополнительной, как бы, опцией, то есть каждый желающий может приобрести дополнительную кладовку, да, скажем, и хранить там какие-то вещи вместо гаража. Колясочные, так называемые, да, то есть коляски не обязательно поднимать на высокие этажи, да, скажем, их можно хранить в специальном отведённом месте. Вот, в некоторых комплексах, даже на первых этажах есть санузлы, да, скажем так, чтобы гуляешь во дворе, например, да, и не обязательно, наверное, подниматься. То есть сейчас тенденция такая, что дом начинается не с порога, да, скажем, когда вы порог квартиры переступаете, а тогда, когда попадаете в жилищный комплекс. В жилой комплекс. Да, как бы, в жилой комплекс. Закрытая территория дворы, свободная от машины, то есть это означает, что можно детей спокойно отправлять гулять и не волноваться за них. Вот, скажем, безбарьерный доступ в подъезды, широкие входные группы, стеклянные, да, это вы видите, скажем, когда заходите в подъезд, вы видите, что творится, ну, что происходит у вас внутри, там, скажем. То есть консьержи в прошлом? Консьержки, да, ну, нет. Или не в них каждый? Ну, это дополнительные расходы, а обычно часто бывает так, что от них отказываются, когда уже домом жильцы начинают управлять, да, скажем так, вот тогда они начинают от консьержек отказываться. То есть они выходят в управляющую компанию со своими пожеланиями, да, и, допустим, они... Конечно, это же все оплачивает потом житель, да, скажем так. Ну, хотя... Консьерж это приличный, кстати, они нашли. Ну, там, в элитном жилье, или там, больше, чем комфорт-класс, например, жилье, там, консьерж как бы существует. Но не это главное, скажем так, сейчас. Да, сейчас и кроме консьержа центра есть много озеленения, опять же. То есть одно время возможно было не озеленять там дворовые территории, да, или сейчас есть нормы определенные, которые обязывают застройщик это делать. Вот, но я уже не говорю об инфраструктуре, которая также обязательно... В Петербурге не строят дома, скажем, сами по себе, да, их строят только в рамках, ну, как бы новой инфраструктуры. То есть это и детские сады, и школы, которые застройщик строит, опять же. Школа обязательно. Да, и сейчас уже никого не удивишь, что детский садик или школа с бассейном, например, или с каким-то уклоном, там, английским, неанглийским, там, я не знаю. То есть, ну, вариантов очень много. Вот, конечно, в этом во всем нужно разбираться, но, я думаю, здесь же... На то и существуют такие эксперты, как вы. Вот надо прийти завтра в 14 часов на Ленина 65 и в этом многообразии разобраться. Ну, хотелось бы как раз вот то, что мы сейчас обсуждаем, да, донести до наших слушателей, что действительно сейчас вот вопрос новостройки и тех уже проверенных столпов строительства, да, застройщиков, это такая интересная история, это очень качественно, это разного предложения, вот, варианты от самых таких, ну, достаточно скромных, но это не значит, что скромное, это плохо. Это просто, ну, чуть меньше метраж, да, квартиры, там, скажем, может быть, не такой большой лифт, или их будет не три на дом, а два. То есть, здесь вот эти истории, связанные с, как их называли, человейники, муравейники, птичники, и по-разному, она уходит в прошлое. Вот, смотрите, да, вот каждая опция, она стоит денег, да, скажем так, чем больше опции, тем дороже, но есть основа, основа, да, скажем, которая регламентируется нашим законодательством, вот, и, ну, есть такие там вещи, которые застройщик просто сделать не может, вот, ну, там, скажем, вот, ну, как на пример, который я перечислил вот ранее, да, скажем так, вот. Поэтому нормы, конечно, они сильно изменились. Сейчас жилье строят совершенно по-другому, там, нежели, там, даже до пандемийного, как бы, времени, например, до 20-го года. Вот, скажите еще такой момент, вот, Юлия, Сергей, этажность. Я сейчас обратила внимание, тоже путешествую по стране в этом году, и на юге была, и в Санкт-Петербурге. Вот так это или не так? Мне кажется, что как-то так вот идет тенденция в сторону трех, пяти, ну, максимум девяти, да? Например, сейчас нельзя строить выше шестнадцати этажей. Да, то есть это норма, то есть выше, ну, как бы, застройщик просто не сможет построить, скажем так. Ну, отсюда и тенденция, да, вот, то есть ближе к земле. Здесь здесь, если раньше какой-то... Хотя видовые характеристики, скажем, тоже никто не отменял. Да, да. Вот, очень красивые виды в Петербурге, между прочим. Здесь даже, можете купить даже в комплексе где-то, ну, не в очень, там, скажем, близком к центру, как бы, районе, да, скажем, но, тем не менее, иметь хорошие виды. Ну, вот вдоль Октябрьской набережной, если какие-то точечные застройки, тоже рыбацкая. А новый район, там, который стоит. Там прекрасные виды, абсолютно, да. В этом и есть особенность. В общем, разбираться, это только мы Питер немного затронули, а те, кто планирует Москву, там еще больше, да, и специфики, и нюансов. Еще более увлекательное путешествие. Вы сами-то Москву уже потихоньку, так сказать, прощупали, уже познакомились со столицей? Ну, конечно, как мы можем продавать? Ознакомимся. Мы не знаем, да, скажем. Вот, здесь это главное правило наших менеджеров, это знать о том, что ты продаешь. Хорошо. Вот тот самый перелет, который вы предлагаете в подарок. Я планирую, хочу забронировать, вот я такой прям целевой покупатель, потенциальный. Я прилетаю, я хочу посмотреть не один объект, я хочу посмотреть, ну, это мое законное право, выбора. Вы мне даете эксперта, менеджера, он меня встречает. Да, я еще раз подробно об этом скажу, в этом вся суть вообще работы нашей компании, то есть мы не только продаем, мы еще и показываем. Для этого у нас открыт офис на Итальянской 2, это в самом центре Петербурга, где работают высококвалифицированные менеджеры, которые регулярно проходят и обучение у застройщиков, и, в общем-то, взаимодействие все очень хорошо идет. То есть как это работает? Приходите к нам в офис, мы оформляем с вами договор, в рамках этого договора мы покупаем билеты до Санкт-Петербурга и обратно. Вы, скажем, смотрите комплексы в Петербурге, да, уже определяетесь то, что вам нужно и возвращаетесь обратно для оформления. Вся эта услуга в результате будет совершенно бесплатна для клиента. Условие лишь одно, это приобрести через нас недвижимость. Конкретно воспользоваться вашей помощью. Да, но эта услуга, она создана для того, чтобы мы как раз, была возможность, для кого же этот офис нужен? Он нужен для наших клиентов, чтобы познакомиться с нашим офисом. И этот офис у нас находится в очень историческом, очень красивом месте. Да, итальянская, самый центр города, недалеко от собора. Да, это Спаснокровиде. Момент, который я хочу успеть обсудить. Я все, знаете, возвращаюсь к деньгам, потому что, к сожалению, их никто не отменял и не отменит. Часто очень мы рассчитываем на продажу имеющейся квартиры, исходя из, допустим, переезда в тот или иной город Москва или это Санкт-Петербург. Достаточного количества денег нету, но у нас есть здесь жилье. И, соответственно, за это жилье можно выручить несколько миллионов, возможно, максимально закрыть ипотеку. Вот эти рокировки, так скажем. Каждая вторая сделка у нас проходит именно с сложением, с продажей квартиры в Мурманске, скажем так. И очень часто наши клиенты используют именно квартиры в Мурманске как первый взнос. И такая возможность, скажем, помогать таким клиентам у нас тоже есть. У нас есть отдел, который работает специально по таким клиентам. То есть я могу прийти и сказать, продайте, пожалуйста, мою квартиру, этим будут заниматься другие эксперты, менеджеры по продажам. И в сделке с вами, в связке с вами, в дальнейшем мы приобретем уже новостройку. Ну и в этом случае всем даже лучше, а самое главное клиенту, потому что риска какого-то несостыковки, например, его уже меньше, потому что весь план от начала до конца, начиная от продажи квартиры, заканчивая потом. Ведь и подписанием договора в Петербурге еще не все заканчивается. Потом квартиру получить нужно, принятие нужно от застройщика, потом что с ним сделать. Где-то мы помогаем с мебелью, может быть, мебелью обставить, в аренду сдать, продать потом квартиру, если нужно будет. Другую поменять. Ну, обычно от нас так просто не уходит. Обычно мы идем уже по жизни вместе с нашими клиентами. За время работы, конечно, у нас уже есть свой пол клиентов, которые нам как друзья, как одна семья, вот как мне, вот один из покупательниц, вот недавно мне сказал такую фразу, мы уже с вами как семья. Вот вы и детей моих знаете, уже вроде бы заочно на свадьбе присутствовали. Ну, приятно довериться проверенному, надежному, проверенному временем. Мы говорили в начале эфира сегодня о том, что с 2014 года, того самого непростого года, когда и начались эти все бурления, продолжающиеся и по сей день в нашей стране, вы крепко стоите на ногах, вы продолжаете сопровождать клиентов, имеете свою уже такую доверительную базу клиентов, привлекаете новых. И завтра как раз вот это мероприятие, ярмарка новостроек двух столиц, пройдет на Ленина 65 в 14 часов у вас в вашем офисе, в шоуруме. Успейте записаться, вот это важно, 70, 55, 11, чтобы вам было комфортно, друзья, чтобы всем хватило места, а тем более, что это будет не просто какой-то скучный, сухой разговор, а это будет презентация, это будет развлекательная часть, насколько я понимаю, вы приглашаете. Андрей Балконский будет вести у нас мероприятие. Да, наш коллега, тоже радищик, тоже ведущий. Андрей Балконский будет разыгрывать различные сувенирные и ценные призы. Как обычно. Вот, ну кофебрейк, да, традиционный, поэтому в любом случае, даже если вы еще на данный момент не решили, а хотя бы только задумываетесь о покупке, это важное мероприятие, которое мы советуем вам посетить. Ну и в завершении нашей программы давайте еще раз подведем итог, почему же надо покупать недвижимость, ну, в новостройках в частности, и прийти к вам. Несмотря на все вот эти такие интересные события у нас в экономике и в стране, почему недвижимость остается покупкой недвижимости, актуальным и правильным вопросом. Ну, потому что вложение в недвижимость, это на самом деле является самым правильным действием с вашими, так скажем, денежными средствами. Мир новостроек растет, развивается. Сохранить средства недвижимую способствует этому, как никакое другое вложение. Потому что это выгодно, это перспективно, это интересно. Ну, тем более можно вложить и получать доход еще. Новые возможности. Новые возможности, да. А если вы на этапе строительства войдете в эту историю, то через пару лет, когда дом сдастся, а в среднем где-то, да, около 2-2,5 года строится объект, вы получите еще приличный плюс. Сто процентная гарантия. Объясню даже, почему. Дело в том, что это. А дело маркетинга. Ценообразование есть такое понятие у застройщика. Так вот, застройщик не должен допустить той ситуации, чтобы квартиры были на завершающем этапе дороже, чем на начальном. Другими словами, маркетинг застройщик это все планирует. То есть дает такую цену, которая точно повысит в цене. Делает вот этот зазор. Конечно, да. Ну, иначе это будет не застройщик. Еще все квартиры он на первом этапе не может продать. В этом смысл. Чем больше этажей построено, тем дороже будет квартира. Ну, а дальше еще, еще, еще много нюансов, в которых вы поможете обязательно разобраться, подобрать удобную локацию, привезти вас в Санкт-Петербург, показать вам все так же, как и в Москву. И много разных других информационных предложений, и по ипотеке, и по всем заманчивым и льготным историям. Все это будет разбираться на мероприятии, ярмарка новостроек двух столиц, завтра на линии на 65 в 14 часов. Спасибо большое за эфир. Я напомню, что сегодня актуальные вопросы о недвижимости. Да, мы разбирались с директором компании «Новостройки Петербурга» Сергеем Морозовым. Благодарю вас за экспертное мнение. А также Юлия Тростина у нас была в гостях, руководитель офиса «Новостройки Петербурга» в городе Мурманске. Спасибо, Юлия. Спасибо вам. Всего доброго. Всех ждем завтра. Приходите, Ленина, 60. До новых встреч, друзья.